Вчера было такое пожелание, чтобы мы больше в группах обсуждали, поэтому у нас еще есть три места, которые необходимо разобрать. Эти места очень ключевые, важные. Как возложат руки на больных и будут здоровы, в этом месте знайте. Самое сложное, на мой взгляд, это Марка 11 глава 22-23 стихи, даже по 24. Это про гора, которая будет ввержена в море, верят в горчичное зерно. И еще одно место, которое необходимо разобрать, это Якова 5 глава, не менее сложное место, 5 глава 14-15 стихи. Молитва веры и среди болящих. Как быть с этим местом? То есть возложат руки на больных и будут здоровы. Значит сегодня должно такое происходить, мы должны возлагать руки на больных и они должны быть здоровы. Что делать? Вот здесь все, что не попросите, получите. Действительно ли мы можем получить все, что мы хочем и действительно можем горы в море выдвигать? Да, а вы молитва веры и среди болящих. Здесь написано вполне конкретно. Не может исцелить болящих. Там вдруг это произойдет, а молитва веры и среди болящих. Значит сегодня получается, если мы приглашаем пресвитеров, если он больный, мы должны быть всегда исцелены. Так это или не так? Если мы больны и приглашаем пасторов, мы всегда должны быть исцелены. Почему это верно или неверно? То есть верно это или неверно? И почему? Значит вам. Получается всегда мы можем получать просимое. Тоже верно или неверно? Получается всегда, когда мы будем возлагать руки на больных, они будут исцеляться. Верно или неверно? Верно в шутбе. Верно в школе. Верно в школе. Ребят, дом. Грехи? Грехи? Грехи. Всегда. Простятся. Здесь мессианская вера. Конечно. Здесь вообще параллельно, что вера в хорисейство, вера в хорисейство. В Марке 16 глава 18 стих написано Будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Из этого стиха можно вывести по этому стиху видно, что конкретно излечение людей после возложения рук нельзя конкретно говорить. Но здесь Господь говорит, что после этого дает им силу, дает власть ученикам, тем, кто веровать будет в него, верующим людям. Он говорит, что вы имеете вот эту силу, имеете власть. И если даже возложите руки, то они будут здоровы. В контексте мы видим, что также говорит он, что уверовавших будут сопровождать все знамения и имени Моим будут изгонять бесов и будут говорить иными языками. И все исцеления будут как бы подтверждаться вот этими знамениями. Но в знамении мы видим, что в другой раз в основном давались не верующим, а не верующим. Как бы подтверждение вот этой силы, этой власти. В Луке, Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих, говорит, что то же самое Господь говорит, все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вряжу, и ничто не повредит вам. То же самое, как бы подтверждение говорили, что вот эта сила, вот эта власть, которую он дает им, наделяет силы Святого Духа, способна исцелять людей через даже в одложении рук. И в Деяниях апостолов, 28 глава, то же самое есть как бы подтверждение тому, что апостол Павел, когда прибыл после кораблекрушения на остров Мелит, оказался, и пришел он к отцу Павлию, который лежал, страдал горячкой и болью в животе, и написано, Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. Вот в данном моменте исцеление произошло, и дальше мы видим, что после всего события, прочие на острове, имеющие болезнь, приходили и были излечены. вот, ну, это тоже не говорит, что конкретно, если любой человек возложит руки, будет исцеление на человека. Вот. Получается, не совсем, не совсем, я убежден в том, что это не говорит о том, что любой человек, который не будет исцелен. Вот смотри, по всему миру будут проповедовать Евангелие, уверовавших же будут, значит, если я уверовал в Евангелие, значит, я буду говорить на их языках, если я буду пить смертоносное, я не умру, если я буду возлагать руки на больных, они будут исцеляться, так? Говорит так, Господь им говорит так, что если вы будете веровать, да, и подтверждаться будет знаменитым. Значит, сторонники гарантированы населением справа. Ну, это не говорит конкретно, что в каждом случае возложение людей... Ладно, мы вернемся к этому, спасибо, спасибо, очень интересно было. Нет, сейчас мы к этому вернемся, давайте мы теперь... У вас тоже не очень простое место, вот, пожалуйста, вы со своим разберитесь, кто от вас выйдет сюда? Да я и вошел сюда. То есть, давайте сразу поднимемся с вопросом, получается, если у меня достаточно веры, то я, если я прошу исцеление, так как оно входит в это все, и поверю, что я буду исцелен, то я исцелюсь. Так это или не так? И вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горей сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И здесь, как бы, на первый взгляд, как раз вот это положительное исповедание. То есть я вот хопотом сказал, поверил, и все, что мне будет там… Причем мы должны понимать, что во многих английских переводах и в переводе Кузнецовой в 23-м стихе, не 24-м, «И верьте, что получили, и будет вам». Представит прошедшее время, мы должны верить, что получили. Вот. Но здесь, как бы, не все, как бы, так просто, как кажется, с первого взгляда. Во-первых, вот этот отрывок, он идет в контексте как раз, когда Иисус пришел в Иерусалим, и у него постоянно были конфликты с фарисеями и саддукеями, да, которые называли себя, как бы, верующими людьми, которые называли себя носителями истины, да, и, как бы, и в начале главы, и в конце главы, когда он задает им вопрос крещения Иоаннова, откуда было, да, и они даже не решились ответить на этот вопрос, да, то здесь Иисус все-таки говорит не о, как бы, чудесах больше, а о том, что истинная вера должна иметь плоды. То есть, если... Потому что фарисеи тоже себя называли верующими людьми. Они претендовали на знание Бога, на знание того, что они знают закон, на знание того, что они знают Писание, и на знание того, что у них есть духовная какая-то жизнь. Тем не менее, вот, по крайней мере, одиннадцатая глава, а также параллельные места в Матфее, говорит, что их вера, она не имела плодов вообще. И здесь Иисус как раз говорит, что даже если наша вера будет с горчичное зерно, в любом случае у этой веры будут плоды. И дальше очень интересный момент. 25 стих, он делает такую оговорку. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. И опять же, это как раз говорит о том, что в жизни христианины должен быть плод. Да, то есть плод прощения. Или плод исцеления. То есть, если у меня есть вера, у меня должен быть плод исцеления. И опять же, да, мы можем посмотреть послание Якова, 4 главу, да, который говорит о том, что откуда у вас вражды и распри. Он обращается, опять же, к рассеянным и опять же к людям верующим. Не отсюда ли от вожделения ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И тут вообще очень резко он выражается. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Вот, то есть, как бы здесь он говорит о том, что не всегда наши желания должны совпадать с нашими возможностями. Вот, и то, что как бы не всегда наши желания исходят из правильных мотивов, да, и то, что те плоды, о которых говорит Иисус, это не обязательно исцеление, не обязательно поднимание гор, потому что, как мы уже говорили, за всю историю христианства, за две тысячи лет, никто гору так и не переставил. Ни апостолы, ни кто-либо еще. Вот, и про исцеление здесь, в принципе, не говорится вообще ничего. Вот, то есть, если... Хорошо, а если я прошу о своем исцелении не для собственных вожделений, а чтобы пойти стать миссионером, например, и послужить Богу? Ну, слава Богу. Ну, значит, получается, это... Якова 4 глава не распространяется на это, нет? Не, ну, опять же, мы все верим, что мы можем исцелять, правильно? Бог нас может благословить, тем, чтобы по нашей молитве кто-то исцелится. Одно дело слово может, а другое слово будет всегда. Вот это место говорит о том, что это будет всегда. Могу ли я на основании это место верить, что всякий раз, когда я хочу исцелиться из хороших побуждений, имея веру, что я уже исцелен, то все, что я не попрошу, включая исцеление, я получу. Просто Само Христос под этим подписался. Хороший вопрос. Да, вопрос там, что такое, когда вы видите, это выуждение хорошее. Вопрос там, куда вредите, что-то выуждение хорошее. Да, да, да. Во-первых, вот этот хороший момент. Во-первых, там еще Петр еще и Ивановне не получили, потому что только об этом он говорил, об исцелении там уже и отречено шло. Не, ну, слово всё. Всё, что не попросите. Включая исцеление, богатство, Роуз-Ройс и так далее. Иисус подписался под всем. Да. Вот есть одна такая книжка очень интересная. Напиши свой собственный чек с Богом. Если вот так вот перевести. То есть, что имеется в виду? Вот есть такой вот как бы карт-бланш, то есть, где вы пишете сумму, пробел стоит, но уже есть подпись и печать и чек. Вы можете писать любую сумму, пойти обналичить. Вот в этой книге говорится, что Бог уже нам такой чек всем дал чистый. Вот этим стихом. Он уже подписал. Он уже подписал. Всё, что вам нужно, вам нужно верой вписать туда всё, что вы хотите. И вы идёте к нему, и он это всё обналичит. Почему? Потому что там уже стоит его подпись. Ладно. Давайте мы разберём это место сейчас. Чуть-чуть попозже. Просто я к чему, вот такое упражнение всем полезно. Вот вы будете в церковь несёслужение, к вам будут подходить люди и спрашивают. И в принципе, иногда у вас даже не будет десяти минут, чтобы собраться с мыслями. Вот иногда, конечно, честно сказать, но я сейчас пока не готов. Давай мы встретимся в другом моменте. Это достаточно глубокая тема. Всё равно, вот, как бы, такие моменты будут обязательны. Давайте, Иакова, 5 глава, 14-15 стих. Например, в церкви больной, и он просит вас прийти помолиться. Он спрашивает, вот, Библия мне так говорит, что я обязательно буду исцелён. Так это или не так? Что вы скажете? Или скажем, нет. Ну, если больной, то вы будете говорить с определённым, как бы, состраданием в отношении. Вы просто член церкви. «Кто из вас пусть призовёт пресвятеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Ну, здесь такого сейчас ответа чёткого, однозначного нет. Есть вопросы дополнительные, которые показывают, что вот этот текст, он, ну, как бы, не совсем такой прямой. Опять же, если мы смотрим, одно из последствий. Они, значит, помолятся, и если он соделал грехи, простятся ему. Получается, что кто-то за человека помолился, а ему простились грехи. Да, то есть, библейское учение мы не видим такого, всех случаев, но не вспомнили так сразу на вскидку, чтобы кто-то за кого-то молился без его личного участия, и ему прощались грехи. Вот это первая проблема с этим текстом. Второй момент, если смотреть дальше по контексту, как бы, ну, дальше там, признавайтесь друг другу, и здесь тоже, что молитесь друг за друга, то есть эта тема продолжается, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И дальше приводится пример. Илия был человек, подобный нам, и он помолился, и тра-та-та-та-та-та-та-та. И не было дождя, а потом опять помолился, и дождь. То есть отсюда мы видим, как бы, если вспоминать эту историю про Илью, про него, что он там молился, ну, там я искал, но не нашел такого, что вот четко ему Господь сказал, иди к царю там помолись, чтобы не было, я тебе повелю, как Моисею, да, иди и скажи там посохом там тра-та-та-та-та-та-та. Но все-таки, если смотреть, что Илия, он не занимался каким-то таким произволом, вот сам ради удовольствия затворю, небо пойду. Пусть царь там попрыгает, посмотрите, какой я крутой. Вот, то есть он помолился о чем-то конкретном, что было по воле Бога, чтобы наказать вот этого неправедного царя, который он занимался там что-то идолом, я считаю, что точно не помню, но что-то у него были проблемы. И тот показал, что ты отворачиваешься от Бога, и за это тебе вот наказание от Бога. То есть он молился четко ради Божьей воли. Поэтому уже сразу такое вот, если брать все, то возникает ограничение на эти болезни. Может быть какая-то болезнь по воле Бога человеку, как наказание, как возможность остановить его, как возможность переключить его мысли на что-то, просто дать ему отдыха, чтобы он хоть полежал в постели там какое-то время, может он уже перегорает. То есть уже вот эти как-то ограничения, они накладывают. То есть как решить эту проблему точно, я не знаю, и мы не знаем. Но вот эти моменты, они уже показывают, что вот просто чисто в лоб воспринимать этот стих, ну как-то вот неоднозначно. Молодцы. Во-первых, вы подошли честно. Я думаю, никто из пришедших к вам с этим вопросом не будет обижен, что его мнения были выяснены или слишком простым ответом. То есть он понимает, что подходит серьезно. То, что пример с Ильей, это очень правильно. Мы к этому вернемся, потому что в этом тоже есть один из ключей понимания этого места. Вот. И то, что на самом деле многого мы не знаем, на самом деле мы многого не знаем. То есть вы понимаете, вот если как по телефону человек может разговаривать, мы можем слышать только что на одном конце телефона, и можем только восстанавливать, чтобы он дронкался. Конечно, можем реконструировать какой-то контекст, но опять же до конца этого мы не делаем. Но мы к этому месту обязательно вернемся и попробуем его разобрать. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com или просто телеписер, или прощать ее в этой национальной технике? Субтитры подогнал «Симон»